Но если ставка на золото сработает, думаю, инвестиции в биткоин отработают еще лучше. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Биткоин входит в новую фазу накопления после недавнего массивного роста. Если это действительно так и нас ожидает новая аккумуляция, то, возможно, это намек на то, что биткоин таки находится на пути к преодолению крайнего исторического пика. Об этом говорит Ларк Дэвис, достаточно известный биткоин-аналитик в Твиттере. Также, друзья, сегодня я покажу вам доказательства, что Уолл-стрит массивно закупает биткоины. И на этот раз это не будет какое-то расследование, как это обычно бывало в моих видео. Дело в том, что сам миллиардер Волкс Уолл-стрит рассказал об этом. И если что, этот миллиардер связан с Соросом. Достаточно известная фамилия, не так ли? И, наконец, фондовый рынок достиг нового исторического пика, а биткоины золота в это время упали. Почему? Есть две причины, о которых я сегодня расскажу. Все это и другое в сегодняшнем видео. Если вам нравится такой контент, не забудьте поддержать меня лайком. Для меня это очень важно, действительно. Вы просто посмотрите, что произошло сегодня. Полторы тысячи лайков при пяти тысячах просмотров. Вы просто самая шикарная аудитория. Где еще такое видано? Я лично такого вообще нигде не видел. Огромное спасибо вам за это. Хочу начать с того, что Ларк Дэвис считает, что биткоин достигнет 20 тысяч долларов уже в январе 2021-го. Давайте подробнее рассмотрим его теорию. Во-первых, биткоин упал сегодня на новостях о вакцине. Причем, заметьте, что это был очередной тест 16 тысяч долларов, самой высокой отметки цены биткоина за последние почти три года. Сейчас это очень важный уровень сопротивления. Если этот уровень будет преодолен, то дорога к пику будет открыта. Мы очень близко к этому. Всего около 20-25% роста разделяет нас от этой цели. Однако, никто не исключает, что цена биткоина продолжит тестировать 16 тысяч долларов снизу вверх в попытках его сломать. И некоторое время это будет тщетно. Если посмотреть ключевые уровни за период около двух лет, то можно увидеть, что для их пробития понадобилось несколько тестов. В случае с уровнем 12 тысяч 300 долларов, это три касания. В случае с уровнем 10 тысяч 300 долларов, это четыре касания. Сейчас эти уровни стали ключевыми для поддержки биткоин. Ранее были сопротивлением, теперь стали поддержкой. Хочу отметить, что после пробития 10 тысяч 300 долларов, биткоин улетел до следующего уровня, а потом снова ушел на 10 тысяч 300, чтобы протестировать этот уровень уже на поддержку. Не исключаю, что сейчас, когда биткоин ушел к очередному сопротивлению 16 тысяч долларов, он может вернуться обратно, чтобы попробовать на прочность поддержку в 12 тысяч 300 долларов. Такое вполне может произойти. Но больше я уверен в том, что сейчас мы начнем наблюдать новую фазу накопления биткоина. Мы видели это уже дважды во время крайнего роста биткоина. Как вы видите, крайний рост биткоина сменялся фазами накопления и фазами взлета. При этом фаза накопления это такой себе коридор диапазоном процентов в 15 в обе стороны. При этом обе фазы накопления длились около 80 дней. Если мы увидим такой же паттерн сейчас, если сформируется новая фаза накопления, то под конец 80-дневного периода биткоин может ожидать новый взрыв. И под конец января 2021 года он может достичь исторического пика. Крайнего исторического пика. Что касается фондового рынка, он уже достиг исторического пика сегодня ночью. Но после немного откатился, нивелировав весь ночной рост. На самом деле страшно подумать, но сегодня ночью был пятый раз, когда фондовый рынок достигал исторического пика с тех пор, как биткоин достиг своего в 2017. Так что биткоин, хватит прохлаждаться. Твой сосед сделал то, что ты не можешь уже пять раз. Твоя очередь наступила, дружище. Почему же фондовый рынок снова достиг исторического пика? Есть две причины. Первая – это окончание выборов США. И есть некоторая уверенность в том, что будет дальше. А рынки, как известно, любят определенность. И вторая, более масштабная новость. Pfizer протестировал вакцину, которая оказалась эффективной в 90% случаев. Остальные 10% обиделись, наверное, но в любом случае, рынок подумал, что это достаточно хорошо, чтобы пропампиться. Не идеально, конечно, но достаточно. Все это должно еще пройти множество стадий, которые необходимы для утверждения вакцины. Но, по крайней мере, в США это может произойти уже достаточно скоро. Глобальная экономика считает, что это шаг в верном направлении для восстановления нормальной работы бизнесов. Вполне вероятно, что вакцина начнет распространяться уже под конец этого года. Все это снова наталкивает меня на мысли, что 2021 год будет, как я уже не раз говорил, просто невероятным для рынков. Особенно для биткоина. Конечно же, в позитивном смысле. И, наконец, мы переходим к самой главной теме этого видео. Легендарный инвестор-миллиардер Суолл-Стрит, имеющий связи с Соросом, прямо на телевидении, начал раскрывать всю правду-матку, касаемо биткоина. Это просто невероятно. Зовут его Стэнли Дракен Миллер, американский миллиардер-инвестор и финансист. Его личное состояние почти 5 миллиардов долларов. Также он является соратником Джорджа Суроса. Стэнли считается одним из самых успешных управляющих на Олл-Стрит. Но прежде чем я покажу вам его интервью на CNBC, я хочу напомнить, что этот человек по странному стечению обстоятельств, очень похожими на стечение обстоятельств других миллиардеров, еще в прошлом году называл биткоин сомнительным и рискованным активом, и что он не намерен инвестировать в этот буллшит. Однако теперь он кардинально изменил мнение под влиянием пандемии, карантинов и бесконечного печатания денег. Помплиано написал список известных крупных инвесторов, в числе которых знакомые нам имена. Джек Дорси, Пол Тюдор Джоунс, Кэти Вуд, Чамат Палихапития, Майк Новоградз и теперь к ним добавился и Стэнли Дракенмиллер. Он подписал, как вообще возможно быть биткоин-медведем теперь. Все эти люди стали биткоинерами. Что вы можете знать такого, чего не знают лучшие инвесторы? Трудно не согласиться с этим утверждением. Давайте послушаем, что же сказал Волк с Уолл-Стрит и соратник Сороса Стэнли Дракенмиллер на CNBC. Я вам так скажу. Говорит он совсем непонятно, но я постараюсь донести хотя бы основной смысл. Все-таки я не являюсь нативным спикером английского языка, хотя в принципе достаточно хорошо его знаю. Чтобы вы понимали, о каком сценарии говорила ведущая, Стэнли говорил о том, что в ближайшие 3-4 года доллар будет сильно обесцениваться под влиянием инфляции и бесконечного количественного смягчения. А мне вот интересно, что если ваш сценарий таки оправдается в течение нескольких лет? Я думаю, что слабый доллар это даже хорошо для вас. Расскажите, пожалуйста, что будет в вашей инвестиционной корзине? Золото или биткоин? Что поможет вам нивелировать ослабление доллара? Если посмотреть на экстраординарные меры, предпринятые ФРС и правительством, думаю, вероятность мега-инфляции очень высокая в следующие 5-6 лет. Причем основное действие начнется уже через год-два, учитывая, как ФРС пытается спасать экономики своими стимулами. В это же время мы видим какие-то трения между США и Китаем. На самом деле есть компании, которые от инфляции только выиграют, причем значительно. Они совершенно не обращают внимания на откаты рынка облигаций. Но есть и такие, которые совсем не получат выгоды и, возможно, даже умрут. Золото это тысячелетний бренд. А что касается биткоина, я бы сказал, что я уже динозавр. Но даже я убеждаюсь в том, что биткоин может быть тем активом, который привлекает миллениалов и деньги с западного побережья в качестве средств сбережения. Ему всего 13 лет, но с каждым днем биткоин становится стабильнее за счет своего бренда. Со всем уважением, золото у меня больше, чем биткоинов. Но если ставка на золото сработает, думаю, инвестиции в биткоин отработают еще лучше. Биткоин более ликвиден, чувствителен и дефицитнее остальных рынков. Я считаю, что это событие для мира биткоина играет далеко не последнюю роль. Вы тоже заметили, как много миллиардеров из поколения бумеров, ранее называющих биткоин скамом, начинают менять свою риторику. Этому поспособствовала пандемия, как ни странно. Такой неожиданный эффект от карантинов, локдаунов и прочих неприятностей с этим связанных. Все это показало, что биткоин неожиданно оказался крайне привлекателен для сохранения своего капитала, например, публичными компаниями. С начала года биткоин стал одним из самых доходных активов, о чем я уже говорил в предыдущих видео. То, что Стэнли Дракенмиллер, еще раз подчеркиваю, успешный волк Уолл-Стрит и соратник Сороса, говорит, что биткоин может превзойти золото, лично для меня означает лишь очередное подтверждение, что все эти годы я был прав на счет биткоина. Что все эти годы я не зря являюсь биткоин-максималистом. Очень большие, сумасшедшие новости для биткоина. Миллиардеры с Уолл-Стрит покупают биткоин. Об этом я пару лет назад снимал видео, больше похожее на конспирологию, без конкретных фактов, но с конкретным расследованием, в котором я пытался найти связи Уолл-Стрит с биткоином. И в этих видео я приходил к выводу, что они точно владеют хотя бы чем-то в биткоине. В 2020 году они начинают говорить об этом прямо. Биткоин может быть тем активом, который привлекает в качестве средств сбережения. Золото у меня больше, чем биткоинов, но если ставка на золото сработает, думаю, инвестиции в биткоин отработают еще лучше. Очень круто участвовать в этом так долго, пройти все этапы становления, стать свидетелем того, как мир полностью меняется и структурно, и ментально. Это просто шикарно. Я ни капли не жалею, что когда-то решил создать свой собственный канал на ютубе. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Не забудьте поставить лайк. Меня это всегда поддерживает. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»